Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И продолжая разговор о книге пророка Иеремии, мы обратимся сейчас к 12 главе. 12 глава продолжает некоторую серию выстроенных по логике проповедей Иеремии. Заметим, однако, что, скорее всего, эта последовательность принадлежит не столько самому пророку, сколько его ученику Варуху или им обоим вдвоем. Это могло быть совместное творчество. Но вот в 12 главу попали удивительные и очень-очень важные вещи. В предыдущей главе Господь начал говорить пророку о том, что существует обязывающий договор между Богом и народом Божьим. И, собственно, то, как живут, как ведут себя израильтяне, есть предательство, нарушение этого договора, и это должно иметь некоторые последствия. Это вот основная логика предыдущей 11 главы. В 12 главе пророк, в сущности, вступает с Богом в диалог, в ту самую молитву, о которой в предыдущей главе Бог ему говорил, ты не молись об этом народе. Вот Иеремию молится, и в его тексте возникает удивительный и очень важный вопрос, который, пожалуй, вот примерно в эту эпоху возник, также в пророчествах Алвакума, а еще через примерно два столетия возникнет в гениальном произведении автора книги Иова. Здесь Иеремия, пожалуй, только поднимает вопрос, ставит его, задает, хотя, конечно, очень в жанре, очень в духе, в теме автора книги Иова. Вот он говорит, Господи, ты праведен, ты будешь праведен, если я буду судиться с тобою, как Иов. Он говорит, ну что, как я могу с тобой судиться, ты все равно окажешься прав. И Иеремия, надо сказать, как и автор Иова, в общем, принимает этот факт. Но все равно, он говорит, я буду говорить с тобой о правосудии. Значит, с Богом невозможно судиться и тягаться. Все равно, он прав. Он есть критерии правоты, правосудия. Но Иеремия, как и автор Иова, все равно будет говорить с Богом о том, что он считает неправосудным, о том, что он, Иеремия, видит, как некоторую неправосудность. Что это? А вот что. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Вопрос вопросов. Вопрос, на который, может быть, в рамках Ветхого Завета вообще невозможно дать ответ. Он и в рамках Нового Завета тоже не всегда очевиден. Один из труднейших теологических вопросов у Иеремии еще отягощенный, так сказать, интеллектуальным культурным анализом его эпохи. Почему путь нечестивых благоуспешен? Иеремия исходит из того, что вроде как все говорят и все думают, что если ты поступаешь хорошо, то тебе будут бонусы, а поступаешь плохо, тебе будет штраф, тебе будут какие-то кары. В случае, если проступок серьезный, то вплоть до смерти. Вот эта логика того, что хотелось бы видеть в человеческом правосудии. Кстати, когда наше человеческое правосудие с сомнительной правосудностью отступает от этой логики карать зло и вознаграждать добро, это рассматривается как тяжкое преступление перед Богом, который все видит какими бы Филькиными грамотами очередные судилища не маскировались бы из эпохи в эпоху. Но вот Иеремия говорит о правосудии, которое вроде бы должно быть таким, но при этом путь нечестивых благоуспешен и вероломные благоденствуют. Почему? Как так произошло? Почему это так? И действительно, может быть, мы не согласимся с тем, что все вероломные благоденствуют. Может быть. Может быть, иногда путь нечестивых бывает и не таким успешным. Ну, тоже может быть, но не в этом вообще дело. Почему все-таки, почему вот так? Вроде бы, особенно этот вопрос труден для тех, кто все-таки старается поступать по правде. Почему? Зачем мне поступать по правде, если это не приведет ни к чему хорошему? И если наоборот, вот путь нечестивых благоуспешен. В конечном итоге некоторый ответ в Библии можно на это найти, но не здесь конкретно, не в этом месте. И еще одна самая важная вещь, вот какая, смотрите, Иеремия говорит Богу о нечестивых и вероломных, которые благоденствуют и путь их благоуспешен. Ты насадил их. Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. Дело в том, что все-таки Иеремия живет в некоторой парадигме, привычной, по-видимому, ему, которая считает Бога единственным действующим лицом истории. Никого другого нет. Все остальные марионетки. Марионетки, такие куклы на пальчиках. Понимаете? А все на самом деле делает Бог. Еще нет никакой идеи о свободе воли, о нравственном выборе, ответственности человека. Вот только-только тут, в Иеремии, в его мучениях начинает выкристаллизовываться вообще размышления об этом. И поэтому он говорит, ну подожди, вот эти нечестивые, верломные, это ведь ты их насадил. Как ли это? Можно ли переложить на Бога ответственные за то, что нечестивые и вероломные выбирают нечесть и вероломство? Скорее, все же нет, чем да. И вопрос тогда дальше будет про то, а что Бог с этим будет делать? Но все-таки вот Иеремия говорит, ты насадил их, они укоренились, выросли и приносят плод. И еще один важный момент, в устах их ты близок, потому что нечестивые и вероломные очень любят прикрываться красивыми словами, прикрываться разнообразными лицемерными лицемерными историями для того, чтобы выглядеть благочестивыми. «Ты близок в их устах», говорит Иеремия Богу, но далек от сердца их. По-видимому, весь этот разговор, эти несколько первых стихов 12 главы является продолжением рассказа о том, как односельчане Иеремии злоумышляли против него и думали о том, как бы его отразить и запрещали пророчествовать. И поэтому Иеремия говорит «В устах их ты близок, но далек от сердца их. Поэтому, он говорит, ты насадил их, и они укоренились. Но ты знаешь меня, испытываешь сердце мое, каково оно к тебе». Но совершенно очевидно, что содержание разговора, формулировки вопроса, которые возникают у Иеремии, и недоумение его, непонимание того, что вообще в жизни и в мире происходит, выходит далеко за рамки его собственной биографии и касаются, может быть, вообще всей мировой истории. И дальше Иеремия говорит «Отдели их, как овец, на заклание». Если в предыдущей главе он о себе говорил, как о кротком Агнце, ведомом на заклание, то здесь он ту же формулировку в сущности применяет к своим врагам, своим противникам, к тем, кто вероломно поступает с тобою. И, как он говорит здесь, не верь им, даже когда они говорят тебе доброе. следующее несколько стихов перебрасывают такой мостик между Иеремией и самим Богом, потому что только что шла речь о том, что окружающие современники Иеремии, не хотят, чтобы он пророчит, говорил о правде Божьей, наоборот, хотят его отравить. И вот он взывает к Богу о помощи против предателей, против тех, кто с ним, с Иеремией поступил вероломно. А дальше разговор переходит на вероломство народа Божьего, который предал самого Бога. Начиная с 7 стиха, Господь устами пророка говорит, я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей, отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу. На самом деле невозможно понять, то ли это Иеремия отдал свою землю в Анафофе, то ли Бог отступился от Израиля, который был для него излюбленным уделом, а стал опасным, как, как теперь говорят, токсичный актив, опасным, как лев в лесу. И опять-таки дальше, то ли Иеремия о себе, то ли Бог о себе и Израиля говорит, множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой, любимый участок мой, сделали пустую степью, и вся земля опустошена, все-таки, по-видимому, Бог говорит о этом мире, о земле Израиля, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу, всем все равно. И поэтому вот виноградник Господа, виноградник, который был любимым участком, становится пустой степью, и нет мира ни для какой плоти, они сеяли пшеницу, а пожали терны, потому что никто не прилагает сердца к винограднику Бога, потому что Бога выгнали в сущности из его собственного виноградника, и это потому и предопределяет трагическую участь народа Божьего. И поэтому в самом конце 12-й главы пророк упоминает о соседях, нападающих на Израиль. И вот об этих народах окрестных, которые нападают на удел народа моего Израиля. Господь говорит, я их исторгну из земли, и дом Иудин тоже вырву из среды, всех разгоню, всех исторгну, но после этого, говорит Господь, возвращу и помилую, приведу каждого в удел его и каждого в землю его. Казалось бы, всю дорогу разговор о том, что вот сейчас Бог будет наказывать, разрушать и разорять. Но оказывается, его план простирается дальше, не только в отношении Израиля, но и в отношении всех народов. И приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, тогда водворятся среди народа моего. То есть Господь через пророка говорит о том, что у остальных народов есть возможность, им дается возможность научиться путям народа Божьего. и водвориться среди него. Продолжение следует...